друзья всем привет наверное вы уже слышали видели что к нам приехали гитары из канады и сегодня антоха вы его чуть попозже увидите пришел у нас с выходных и мы решили устроить такой небольшой слепой тест сейчас мы дадим ему все гитары по очереди он на них поиграет напишет свои ощущения и в конце составит небольшой топ думаю будет интересно следить внимательно что друзья всем привет вот решили мне сделать такой небольшой тест сейчас мне или я будет давать гитары буду сейчас на них играть и соответственно делиться своими впечатлениями эмоции от игры ну и у нас на очереди 1 канадец так что у нас это но гитарка явно такая прям яркая очень выразительная гриф у него смотрю пошире чем у нас стандартных не 43 миллиметра здесь гриф в то же время такой у него мягкий звук и очень такая выразительная середина классный инструмент дальше опа джамбо сразу елочка как чувствуется явно такой яркий звук у этого инструмента на понятное дело это елка массив сразу видно что у нас тут это орех скорее всего если выбирать из этих двух мне больше конечно нравится вот это арт лютье такой прям хрустящий высокочастотный звук она даже в какой-то степени выдает некий такой дисторшен вообще прям кайф Обалденно! Годен, годен, годен! Ощущения у меня очень похожи, как будто я играю на Мартине. Очень похожи ощущения. Причем и по ощущениям, и по звучанию она очень такая ровная по балансу. Очень круто! Ага, это у нас Норман. Ага, это у нас Норман. Но после Годена, вот в этой гитаре, мне очень не хватает каких-то насыщенных обертонов. Прямо вот это сразу чувствуется. Особенно, когда ты подряд играешь друг за другом, это очень хорошо ощущается. Держи. Арт лютье. Ага. Это тоже очень кайфовый инструмент. Вот ощущения похожи как на године, то есть все обертона очень хорошо читаются, корпус какой мне нравится, это елочка на верхней деке, массив, и вот самое что главное во всех гитарах, это конечно же ее баланс звучания. Вот здесь он очень круто читается по всему частотному диапазону. Ребят, ну и бонусная гитара, она у нас уже давно стоит в магазине, Годин, Метрополис, массив Кедра и Махагона, давайте послушаем как звучит она. Очень глубокий бас, очень хорошо читаются верхние частоты, середина просто взрывающая. Очень такая атака у нее хорошая. Однозначно очень крутой инструмент. Прям вот лайк. Это самое сложное сейчас выбрать лучшие гитары, когда ты не знаешь вообще примерные даже расценки этих гитар. Но для себя, по своим ощущениям, я выбрал все-таки, наверное, первое место. Это корпус джамбо. Мне очень нравится, когда елка на верхней деке из массива, то есть эта гитара прям... Звучит так, как для меня должна звучать акустика. Поэтому однозначно для меня это первое место. На второе место я бы... Давай так, наверное, сяду. На второе место я бы для себя поставил вот эту модель от Годин. Первое, чем она меня зацепила, это ровностью частотного своего спектра. Вот очень все гармонично. Низкие частоты не глушат верхние, середина очень хорошо читается. Мне кажется, эта гитара очень кайфово подойдет для записи какой-либо музыки. Потому что однозначно с ней проблем не будет вообще. Поэтому однозначно заслуженное второе место. И вот самое сложное, это, наверное, третье место отдать кому-кому-кому. Мне Лютье понравилось. Очень Лютье понравилось. Причем... Причем неважно, вот в каком корпусе. Это ОМ-ка, я понимаю так. И есть еще дредноут. Модель одна и та же, но корпуса разные. И причем... Вот этот хрустящий такой верх, он... Он сохраняется независимо от корпуса. Просто добавляется здесь объем. Ну, вот эту модель я бы, наверное, поставил для себя на третье место. Ребят, ну и пишите в комментариях, какая гитара из всех тех, на которых я сегодня поиграл, вам понравилась больше всего. И можете для себя составить топ-3 списка из тех гитар, которые вы сегодня послушали. Ну, а с вами был я, Антон, команда «Гитарная лавка». Всем удачи! Не выключай, не выключай. Ты не знаешь, по стоимости сколько... Вообще, понятно. Офигенно. Я был на выходных, когда приехала поставка. Погнали. Теперь мы тебя спешим поздравить с хорошим вкусом. Вот гитару, которую ты поставил первый, Норман. Это самый дорогой инструмент. Какой тебе нужен? Давай начнем с того, что они все массивные. Да. Все массивные. Ага. Они все электроакустики. По цене, да. Норман у него в районе 200. То есть, ты... Это вот самый интересный момент, когда, ну, всегда же есть вопрос стоимости и цены. И вот в данный момент, просто в результате этого слепого, слепого этого теста, эта самая задумка производителей и совмещение цены и стоимости, они совпали. Потому что слепую ты выбрал самый лучший инструмент из этого. Соответственно, ну, и производитель тоже имел то же самое в виду, когда он назначил цену за этот инструмент. Какое второе место у тебя было? У меня на втором месте Годин. Я хочу сказать, что первые два места, которые ты определил... Я очень, кстати, сомневался вот либо отдать Годину первое место, либо Норману, но для меня победила просто елка. Наличие того, что на верхней деке елка. Вот аналогично могу сказать то же самое. Я вчера приблизительно то же самое говорил. Я тоже, когда вот это достал, Севка сказал, что, говорит, ну, мне не нравится, говорит, бабушкин шкаф какой-то. А мне она очень понравилась. Еще это, наверное, потому что Годин, он умеет реально сделать как-то с гитарой что-то такое, что ты берешь ее в руки и играешь. На ней так, как будто ты всегда на ней играл, и она твоя уже. Абсолютно фантастический инструмент. Вот. И вот первые два места у нас с тобой сошлись точно. На третьем, на третьем. А этот товарищ сколько? Попозже. Попозже. Это товарищ Попозже. Я не помню, как приехал. И вот третий сюрприз. Самое интересное. Это самые бюджетные из линейки. То есть они не совсем бюджетные, как бюджет, а они в районе 40 тысяч стоят. То есть, ну, в основном, они вообще со всеми, они этим самые бюджетные. Ну, из всех канадцев, которые есть, это реально самый дешевый инструмент. Но мне очень понравилось. И это на самом деле прикольно, что не все решает цена. На самом деле, я вчера уже после записи поиграл, и вот мне лютьешки по удобству понравились больше всего. Вот они меня тоже зацепили. По звуку, конечно, есть из чего выбрать из заряда билом на руку гитаре шефера. Мне исключительно... Я исключительно по звуку выбирал. По удобству это уже второй момент. Пальцы могут привыкнуть абсолютно к любой гитаре. Будь то 43 миллиметра или 44 с половиной, это не суть. Пальцы могут привыкнуть к любой гитаре. Вот мне важен именно звук, поэтому я выбирал по звучанию. Эта гитара... Ну, я уже про нее все сказал, что она вот такая прям... Какая-то драйвовенькая. Надеюсь, прикольный получился обзорчик. Так что это комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольте. Не важно. Только добрые комментарии. Только добрые. У нас есть правила. Комментарии только добрые по существу. Пожалуйста, ничего не ругайте нас. Мы все удалим. Если будете нас ругать... Только музыка, только любой впис. Пока! Продолжение следует...